молодежь это локомотив созвития любого региона на протяжении 30 лет государство не обращало внимание на решение задач воспитания это вот какая-то странная ностальгия с 90 года у нас вот этот пласт патриотизма он в принципе выпал сколько бы мы денег в эту историю не вбухали красивыми мероприятиями концертами и фейерверками и так далее мы ситуацию не сдвинем я посмотрел программу мало на что мне интересно сходить мы опираемся на те инициативы с которыми к нам приходят ну извините но это смешно но смысле фабрика талантов музыкальные фестивали мастер-классы кинопоказ под открытым небом киров масштабно отмечает день молодежи в этом году праздничные мероприятия шли практически неделю по подсчетам властей в них приняли участие более 7000 молодых кировчан тем временем активная часть населения покидает кировской области уезжает в другие регионы страны только за первые четыре месяца этого года уехали около 11 тысяч человек большинство выбирали для постоянного места жительства москву санкт-петербург и республику татарстан что сделать чтобы молодежь оставалась в кировской области мы спросили у прохожих на улице развивать спорт чтобы доступный был спорт раньше мы конькобежцы вы изники хорошо занимались там театр опера балета надо построить театральный любитель образование вузах улучшить чтобы было куда поступать я думаю надо создать больше рабочих мест для молодежи чтобы не перспективе чтобы не уезжали и доходы да конечно они у нас в регионе маловаты зарплата денег не хватает культуры давать молодежи больше возможностей они уезжают потому что в них нету они не видят возможности развития себя в своем городе ну наверно инфраструктуру или как-то сделать получше не знаю что то сделать ну не знаю игровые центры не игровые центры вот это вот увеличить колледжи побольше и профессии как правильно это выразиться вот насколько понимаю вроде у нас тут пилотажа нет учиться вот на пилота принципе я бы даже хотел бы учиться на пилота моего нас его нет рабочие места и достойная зарплата все будет хорошо да как удержать молодежь кировской области какая работа ведется в сфере молодежной политики об этом сегодня поговорим с нашими гостями у нас в студии министр спорта и молодежной политики кировской области георгий барменов молодой активист федор калинин и депутат кировской городской думы денис ерохин здравствуйте георгий андреевич но в этом году действительно очень масштабный отмечается день молодежи два дня празднований скажите почему так получилось почему в этом году так масштабно дали денег закончился коронавирус что случилось но в первую очередь закончился коронавирус и последние несколько лет из-за всех этих ограничений мы не могли долго проводить какие-то крупные массовые мероприятия поэтому мы видим большой интерес был бы грех не воспользоваться моментом и не провести хороший большой праздник потому что молодежь у нас тоже соскучилась по хорошим интересным событиям поэтому постарались подготовить такую программу которая мы для разных аудиторий подготовили и в принципе вся кировская область будет охвачена но самая главная площадка это конечно будет город киров потому что здесь и наибольшее количество молодых ребят живет и как раз основная идея которая у нас есть это голос молодежи то есть мы постарались сделать именно так чтобы те кто будут выходить на площадку это были в первую очередь молодые ребята которые для своих сверстников для своих одноклассников однокурсников друзей по каким-то общественным объединением будут предлагать различные активности и ну понятно что большее внимание конечно будет приковано к творческим действиям которые будут у нас проходить на сцене и у на набережной грина и в александровском саду и на других площадках но в то же самое время постарались сделать так чтобы и наши волонтерские организации поисковики и другие организации которые работают с молодежью они тоже были замечены тоже могли себя представить педр вот вы молодежь вам 20 лет ходите вы на такие мероприятия посещаете ну два года их не было и мы делали сами сказать вместе с теми ребятами которые будут например воскресенье делать фестиваль вятка река в том числе соответственно но сюда я посмотрел программу мало на что мне интересно сходить мне и моим друзьям прямо скажем чего не хватает ну мне кажется что там шоу голос устраивать здесь с и делать их хедлайнерами фестивали но довольно кринжово для молодежи сегодняшней кажется что это какой-то устаревшие для другого поколения совершенно да мне кажется для того чтобы вот там показать с теми с кем согласовываются списки выступающих что вообще-то да тут интересно вот им интересно да там аури наверно клево голос он знает а вот тех людей которые приглашены из кировских исполнителей конечно не знают я их знаю то что они будут это здорово но они и так почти каждую неделю выступают другой стороны это как раз для разных разной аудитории может быть на шоу голос кто-то постарше пойдет тридцать плюс до тридцати пяти же молодежь пусть приходят я по то что ну мне кажется не надо делать большой акцент на том что будет такой вот большой праздник есть комьюнити городские я думаю что основная аудитория тех людей которые придут на эти мероприятия это как раз люди которые так или иначе с этими комьюнити взаимодействуют и раз в месяц у них подобного рода мероприятия может быть чуть меньшего формата на разных площадках проходят поэтому чего-то такого уникального здесь я не вижу денис вы может быть ходите ваши дети как вам вот такие праздники нравится вам ну вы знаете молодежи на поладежи на заниматься не только в день молодежи молодежи на заниматься всегда к сожалению вот я думаю что георгий не даст соврать что у нас молодежь молодежная политика финансируется по остаточному принципу и достаточно на мой взгляд мало внимания уделяется молодежи и как следствие мы видим того что молодежь кировской области не остается особенно то что касается районов ну и в принципе кирова да то есть они отсюда уезжают поэтому ну если будут проходить какие-то подобные мероприятия ну наверное для тех кто еще не уехал наверное это как бы вот может быть интересно но даже здесь молодежь у нас вот то что даже было сказано и она будет развлекать сама себя да то есть ну да организовать их это наверное здорово это задача там правительство администрации города там и так далее но то что она будет развлекать сама себя и ну как бы она у нас в принципе так и есть она у нас и в области и в городе сама развлекает сама себя потому что вот за пять лет будучи депутатом городской думы я не увидел ни одного реального проекта для поддержки молодежи и мы постоянно эти вопросы ставили и поднимали что именно делается для того чтобы остановить отток молодежи давайте мы об этом чуть позже поговорим о финансировании тоже и вы подождите у меня еще вопрос про праздник все-таки георгий андреевич а вот кто составляет этот программу мероприятия вы привлекаете спрашиваете опросы какие-то среди молодежи или кто это придумывает ну во первых мы опираемся на те инициативы с которыми к нам приходят то есть есть у нас учреждение областной дворец молодежи которые достаточно артисты из голоса это было предложение было молодежи или да 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 то есть изначально мы хотели немножко в другом формате сделать но в процессе обсуждения и еще раз повторюсь то есть тут руководящий направляющий роли чиновников каких-то там более старых менее старых людей не было то есть пришли инициативные ребята сказали будет день молодежи вот у нас такое видне мы бы хотели это предложить ок давайте посмотрим покрутим что можем сделать мы можем привести этих а мы можем привести этих и в итоге стала собираться какая-то программа стоит отметить то что первый день вот как раз то о чем мы говорим это и выступление тех артистов которые принимали участие в голосе и в том числе на сцену будут выходить наши коллективы на следующий день будет проходить уже традиционный фестиваль акустика опять же который полностью практически составлен из наших из кировских команд да действительно поставить такие активности проходят постоянно но вот если мы говорим там про вопросы в том числе и финансирование и привлечение внимания к молодежи это как раз хорошее внимание хорошая возможность показать о том что молодежь в регионе есть и с этой молодежи надо работать с ней надо заниматься надо давать возможность чтобы она была услышана и вот сколько денег выделено вот на этот праздник ну общий бюджет всех тех площадок которые у нас будет проходить в течение трех дней составляет чуть меньше миллиона рублей это на область или на город это конкретно на те мероприятия которые у нас будут проходить 25 26 и 27 числа это в области но это именно областные мероприятия те это то что будет происходить в районах мы еще информацию не получили но там тоже какие-то средства будут затрачены это все да областной бюджет просто но то что касается нас проходит финансирование из областного бюджета есть партнеры там банк лынов различные компании которые там тоже какие-то средства выделяют и закрываете затраты которые из областного бюджета мы закрыть не можем вывод говорили что молодежная политика реализуется как раз сверху а не снизу а вот георгий андреевич говорит наоборот откуда у вас вот такое видение я буду как раз дениса может быть поспорил значит по двум пунктам первое самое важное и вот это мне кажется ключевая ошибка что представителей муниципальной власти депутатов что что вас и журналистов что представители исполнительной власти проблема в том что изначально вопрос поставили неправильно не нужно удерживать здесь молодежь молодежи нужно дать условия на уровне среднего образования простимулировать собственно развиваться в образовательном ключе в общественном ключе чтобы уезжать наоборот из города кирова кировской области в этом смысле мы уже давно они тогда не вернутся и у нас город вымрет здесь нужно очень правильную историю понять что там она должна получить качественное образование она должна посмотреть как выглядит иначе другая жизнь жизнь как выглядит богоустройство как работают социальные институты они явно лучше работают в условной москве чем чем в кирове и соответственно после этого если будет параллельно в городе происходить заметно это улучшение улучшится молодежная инфраструктура улучшаться в целом богоустройство будет создаваться условия будут поддержаны независимые инициативы то соответственно молодежь тогда поедет сюда у меня простой банальный пример самая талантливая молодежь в городе кирове это призеры победителей всероссийской олимпиады школьников мы с 2018 отлично я с большой команды десятки ребят пытаемся выбыть у министерства образования у там исполнительной власти законодательной власти киевской области премии минимальные чтобы эти талантливые люди что видели что их поддерживают их замечают но когда они получают ноли в москве получают 300 тысяч рублей есть ведь и другие примеры вот к нам сегодня должен был прийти павел шапкин который из списка форбс да предприниматель и он смог и реализоваться и деньги заработать проживая в кирове и не получая каких-то я посмотрел у него специфика другая мне кажется паша вы подтвердил киберспорт это то где можно примерно в любом месте обитать есть кейс другой у меня очень много знакомых информатиков скажем так но айтишников они работали здесь в кирове но работали все на американские корпорации после 24 февраля они вынуждены были уехать и теперь они не платят налоги здесь хотя здесь им было довольно выгодно жить это уже другая история как бы с кировом не особо связано а все взаимосвязано понимаете давайте вернемся к деньгам да сколько денег выделяется у нас на сферу молодежной политики раз уж мы от нее чего-то ждем каких-то там действий и подвигов у нас есть мнение депутата законодательного собрания ольги трыкина и давайте послушаем сначала что она говорит я думаю что наверное можно эффективнее проводить работу в сфере молодежной политики но тут ведь вопрос будет заключаться в нескольких факторах вопрос основной это финансирование вообще сферы молодежной политики у нас кировской области но и вообще вопрос как бы кадров да значит непосредственно тех людей которые молодежной политикой занимаются если мы про киров еще наверное можем сказать что кадр в целом наверное есть то в районах то наверное ситуация такая более критичная возвращаясь к вопросу финансов насколько я знаю могу ошибаться наверное вот более глубоко как бы не уточнял в этом году у нас там всю молодежную политику там примерно 35 миллионов рублей и на 300 тысяч человек на молодежи непосредственно кировской области это получается например там 116 рублей на человека, что мы можем сделать качественно и эффективно на 116 рублей? Ну, наверное, мало чего. Но, опять же, наверное, стоит все-таки разделить у нас молодежь это от 14 до 35 лет, и если там людям от 14 до 20 лет может быть какое-то там курирование, ну, непосредственно все вот эти молодежные мероприятия, они нужны, то людям уже там старше 22-25 лет это уже как бы самое важное, это работа, семья, и, наверное, они в каких-то прям вот сверхмолодежных мероприятиях-то и не участвуют. И, опять же, наверное, наше министерство спорта и молодежной политики, ну, никаким образом не влияет на уровень заработных плат, да, то есть для вот этих молодых людей, которые могут работать в различных сферах, там. Возьмем там, в частности, учителей, врачей. Эти молодые люди будут искать там, где лучше, и, соответственно, если в другом регионе им предложат оклад выше и условия лучше, они просто туда уедут. И никакими мероприятиями, никакими там финансовыми вложениями мы их в Кировской области не удержим. Георгий Андреевич, вот вы же тоже говорили, что не хватает денег, но если бы их было больше, так скажем, что бы удалось сделать? В деньгах ли дело здесь? Ну, Ольга, стоит отметить, в свое время тоже работала в управлении по делам молодежи в нашем обосновании, поэтому достаточно неплохо понимает суть сферы. Но вот если упираться просто в данные статистики, у нас ситуация очень интересная. С одной стороны, за последние три года, начиная с 2019, объем финансирования у нас увеличился в три раза на работу с молодежью. Это связано с тем, что начинают привлекаться какие-то федеральные средства. Буквально после записи программы поеду защищать заявку перед Росмолодежью на выделение нам денег в следующем году на программу развития добровольчества. Подтягиваются средства на улучшение жилищных условий молодых семей. То есть в 2016 году у нас была вынуждена пауза, регион не участвовал. И с 2017 года каждый год выделяют средства федерального бюджета, выделяют средства областного бюджета, муниципальных бюджетов на то, чтобы молодые люди могли, молодые семьи могли приобрести себе жилье. Увеличивается объем средств на мероприятия. Но проблема-то тут наверное заключается в другом. То, что на областном уровне сейчас мы начинаем и перед правительством, и очень здорово то, что губернатор, который сейчас возглавляет регион, он сам выходит из сферы молодежной политики и наверное является одним из ведущих специалистов в этой сфере. В свое время он возглавлял Национальный совет детских молодежных и общественных объединений. Поэтому то внимание, которое он к работе с молодежью именно как профильный специалист будет уделять, мы рассчитываем то, что оно даст определенные импульсы. Но если мы будем смотреть те объемы средств, которые выделяются у нас в муниципальных образованиях, ну 10 тысяч рублей на весь год, когда там живет несколько тысяч молодых ребят, ну наверное здесь определенные проблемы и возникают. И мы сейчас перед собой ставим задачу прорабатывать с муниципальными образованиями. Вопрос о том, чтобы это было отдельное направление работы. И когда мы в прошлом году готовились к заседанию государственного совета и к заседанию совета при полномочном представителе президента, мы вот протрясли всю сферу. И когда выясняется, ну ладно, наверное, еще можно смириться с тем, что специалист в единственном лице, который работает в том или ином муниципальном образовании, он занимается вопросами, там допустим, культуры, спорта, там профилактики безнадзорности. Ну, мы понимаем ситуацию, может быть, не самое большое количество средств есть, поэтому что-то совмещаем. Но столкнулись с ситуацией, когда в одном из муниципалитетов, и там уже пришлось подключаться мне, там подключать правительство, на специалиста по работе с молодежью возложили организацию похоронного дела. Мы вот это увидели, сразу я главе позвонил, ситуацию проговорили, вопрос решился. Но если у руководителя на месте нет понимания того, зачем ему нужны специалисты по работе с молодежью, и что делать вот с теми ребятами, которые там живут, никуда мы не сдвинемся. Поэтому вот та задача, которую мы сейчас видим перед собой, и здорово то, что этот разговор происходит, и я уверен, там и со стороны Дениса, и со стороны Федора в этом будет поддержка. До тех пор, пока люди, которые работают на местах и принимают решение, не будут понимать, зачем региону нужны молодые ребята, неважно, останутся они на территории, уедут куда-то, чтобы получить опыт, знания, и чтобы потом вернуться обратно, нам будет очень сложно двигаться. И сколько бы мы денег в эту историю не вбухали, красивыми мероприятиями, концертами, фейерверками и так далее, мы ситуацию не сдвинем. Нужна системная, постоянная, регулярная работа. Ну и в защиту специалистов по делам молодежи, с чем у нас еще проблема связана? Работа в молодежке – это прекрасный кадровый трамплин. Ты научишься там всему, чему только угодно, ты проработал какое-то время, показал себя, после этого тебя начинают переводить уже на какие-то другие позиции. И у нас из-за этого возникает большая текучка кадров, невысокие заработные платы в сочетании с теми умениями, которые люди получают. И постоянно нам надо обучать, обучать, обучать новых специалистов. То есть нам бы хотелось все-таки в комплексе этот вопрос решить. Но еще раз повторюсь, здесь очень важна позиция муниципальных образований. Поэтому мы для себя задачу на ближайший год наметили проработка точечная с каждым муниципалитетом, с каждым главой того, что мы можем сделать для того, чтобы работа была построена на системном уровне. Пусть даже бюджеты ограничены, но если глава будет уделять этому внимание раз в месяц, заслушивается его специалиста на планерке, что сделано, как сделано, чем живет молодежь, будет выходить к ней встречаться, многие вещи сдвинутся. Для этого деньги не нужны. Денис, вы как считаете, достаточно? Вот можно ли эффективнее что-то сделать на существующие деньги, на существующие финансирования? Вы знаете, я тут абсолютно согласен. Если на уровне муниципалитетов не будет этому уделяться внимания, как это делается в Кире, например, я считаю, что абсолютно там не уделяется внимания. И пример мы как бы видим, если поделить молодежь, скажем, это школьники, то есть мы прекрасно знаем эту историю, когда у нас самоолимпиадники получают кетчуп и майонез за то, что они сама заняли какие-то первые места, вся эта история облетела все СМИ, в том числе и самые федеральные. Это говорит о том, что либо администрация плохо соображает, либо вообще просто настолько наплевательское отношение к этим ребятам. То есть вы считаете, что дело не в деньгах? Я считаю, дело и в том, что без денег нельзя сильно ничего не сделать. То есть нельзя постоянно кормить какими-то лозунгами. Если мы говорим про успешные регионы нашей страны, то есть это, например, Пасковская область, давайте пример возьмем. По поддержке ипотеки, например, повода семья 30%, погашение, если у них появляется ребенок, это 35%, второй ребенок 40%. Но они это из какого бюджета делают? И федеральные, местные и полиципальные бюджеты. Там три составляющих бюджета. А у нас есть такие ресурсы? У нас, конечно, нет. Поэтому у нас как бы и уезжает. И когда у нас стоимость жилья в городе, она приравнена к стоимости Подмосковья, а зарплаты у нас намного ниже, чем в этом же Подмосковье, мы сколько угодно можем проводить любых мероприятий, петь, плясать, прыгать в пешках по токардеону. То есть мы можем делать все, что угодно, но люди просто не будут уезжать. Когда у нас молодые семьи появляются и при большей зарплате, при такой же стоимости квадратного метра и при поддержке, если там трое детей появляется, 50% закрывается у них стоимости жилья, понятно, что отсюда будут уезжать. И здесь абсолютно ничего не сделать. Поэтому молодежь это локомотив развития любого региона, абсолютно любого. Потому что это достаточно, я считаю, что этому надо уделять громадное внимание, чтобы и, конечно, быть и говорим о том, что там приковывать молодежь. Но, как показывает статистика, все, кто уезжает учиться, ну, я не знаю, единицы, наверное. – Федор, вы же в Москве учитесь? – Да, в Москве учусь. – А вы останетесь там или обратно вернетесь? – Я стараюсь город развивать, область развивать. Мы вот в молодежный парламент избирались, я координировал действия команды там с ребятами. Много инициатив там внесли, в частности, в закон региональный молодежной политики. Мы считаем, что это инициатив внесли. Некоторые поддержали, тут нужно отдать должное. Но всю социалку, которая касалась, а, межведомственного взаимодействия, б, увеличения бюджетов, на некотором парламенте ее всю зарубили. И поэтому мы говорим о том, что деньги действительно нужны, с одной стороны. С другой стороны, было бы правильно пересмотреть то, как они распределяются. То есть, если мы говорим о том, что сейчас у нас 35 миллионов, они почти все уходят на мероприятия какие-то. – А почему? С чего вы взяли? – Ну, исходя из новостной ленты сайта Министерства спорта и молодежной политики. – Так ли это мы можем спросить? – Примерно 35 миллионов у нас средств областного бюджета уходят на организацию проведения мероприятий. – И мы про это и говорили, и на уровне муниципалитетов предлагали инициативу, и про регион. У нас сейчас есть действительно грантовая программа, но все они в большинстве своем имеют федеральный статус, через раз молодежь. Было бы неплохо, если бы часть денег, которые нацелены на мероприятия, на грантовой основе здесь в регионе распределяли между юрлицами, то есть НКО, и физлицами, вот этими представителями комьюнити и неформальных организаций, как «Ветер», например. – Соответственно, как субъективный домик и так далее. Ну, вот этой творческой молодежью, у них есть руки, которые бесплатно, которые работают. У них есть крутые идеи, но им, а, не хватает инфраструктуры, б, им конкретно не хватает средств на реализацию каких-либо своих идей. И если бы это… – А что за идеи, расскажите? Ну, то есть, чем занимаются? – Ну, разный формат. Домик, например, проводит регулярно кинопоказы. – Ну, то есть, это тоже мероприятие? – Ну, там… – Ну, то есть, вы предлагаете заменить мероприятие другими мероприятиями? – Я говорю, при распределении, если сейчас 35 миллионов входит только на мероприятия, которые придумывают специалисты, и они мало кому нужны. Ну, извините, День пионерии, вот когда… – Про День пионерии давайте чуть позже. – Ну, давайте, мне все-таки это интересно. Просто у меня журналисты знакомые, не только из Кирова, скидывают фотографии, где у нас стоят представители правительства с галстуками. Ну, извините, но это смешно. – То есть, вы говорите, что вот те мероприятия, которые министерство организует, вам неинтересно, и надо заменить их другими мероприятиями, которые интересны молодежи? – Во многом они, с одной стороны, мне кажется, уже люди в возрасте не понимают, что надо молодежи, и с другой стороны, главное, у них количественный показатель. – А в чем не смирается, Георгий Андреевич, эффективность работы Министерства молодежной политики? В количестве мероприятий, в количестве уехавших людей из Кирова, или какие-то другие еще показатели? – Ну, с точки зрения оценки эффективности нашей работы, у нас есть показатели по количеству вовлеченных в занятия добровольческой деятельностью, то есть, это показатели эффективности работы губернатора, и которой в том числе мы отвечаем. Но государственное задание, которое мы доводим до нашего учреждения, то есть, оно как раз измеряется в количестве мероприятий и в количестве людей, которые вовлечены в эту деятельность. То есть, ну, тут абсолютно справедливо, и вопрос тут действительно, Федор поднимает о том, как сделать так, чтобы эти мероприятия были эффективными, чтобы они были интересными, чтобы они давали вполне конкретный результат для тех аудиторий, с которыми мы работаем. Я бы тут добавил, еще на уровне министерства бюджета сильно больше и мероприятия так или иначе заметны, а на уровне управления по делам молодежи города Кирова там совсем плохо. И действительно, вот там очень сильно мероприятия формальные, никто никогда из молодежи, вот с кем я общался, кто реально делает, кто будет вступать на дне молодежи, они не видят, не знают. Вот там было бы здорово в тех же суммах примерно до миллиона рублей учредить тоже несколько грантовых конкурсов, там по 50 тысяч финансирования на проекты. Подобные вещи, например, делаются, вот я недавно видел новость на развитие условно-гражданского общества. Сделайте то же самое для молодежи, урежьте там финансирование. А мероприятия, которые проводятся и в них участвуют, то есть все равно молодежь, их что, заставляют туда приходить? Или есть те, кому это интересно? Вы же учились в школе, не знаю, приводят классные мероприятия, но он такой... Да я не думаю, что вот в День молодежи как-то привезут организованные мероприятия классы, все равно люди пойдут гулять по городу и... Проформальные мероприятия, собственно, Управления по делам молодежи города Кирова. Еще раз говорю, у людей есть инициативы, у людей уже есть сообщество, комьюнити, это сотни человек, то есть есть потенциальная аудитория, но у них не всегда хватает ресурса. Если бы этот ресурс открыть на грантов... Можно как-то вот это взаимодействие наладить? Ну мы готовы к сотрудничеству, вот то, о чем говорит Федор, у нас есть программы поддержки, но они реализуются на федеральном уровне. То есть со своей стороны мы можем там подсказать, как эту идею оформить, как ее правильно, на какой там тот или иной грантовый конкурс подать. И вот когда обсуждали закон о молодежке, вот я помню наш спор. То есть это делается на региональном уровне, пока таких мер поддержки нет. Но мы свои предложения внесем на рассмотрение руководства региона и надеюсь, что там при рассмотрении бюджета следующего года на это тоже будет обращено внимание. А я вот не понимаю, вы говорите, но это федеральные деньги, гранты. Какая разница, какие это деньги, федеральные или это областные деньги? Ну, во-первых, сложность получения, потому что там мы уже говорим о соответственном участии всей России. Второе, это критерии оценивания. У них немножко другой вид, все равно они смотрят федеральным взглядом сверху. Нам нужна своя специфика, мы знаем уже, какие люди у нас примерно участвуют. Ну, я думаю, что Георгий уже представляет, если что, я могу сказать. Соответственно, и суммы нам нужны сильно более-меньше. И проблема еще с федеральными деньгами в том, что часто они идут именно на НКО, нужно регистрировать юридическое лицо. Это очень сложный процесс на сегодняшний день, и многим сообществом комьюнити значительно проще работать без регистрации юридического лица и без лишнего бюрократизма, который реально тянет и очень сильно мешает. Есть грантовый конкурс, извините, перебиваю, среди физических лиц, и на форумах различных, и там Росмолодежь это проводит. То есть механизмы есть. Был в этом году, но там нужно тоже специфику оценивать. Мы понимаем, какая, что называется, политика партии на сегодняшний день. И поэтому очень многие проекты, которые так или иначе занимают либо политический вопрос, либо расходятся с государственной идеологией, они не получат деньги, это 100%. Это логично, государственные деньги. С другой стороны, мы видим историю, когда, хорошо, государственные деньги не давайте политической оппозиции и молодежи, которая выступает критически по отношению. Но оставьте тогда какие-нибудь НКО, которые могли бы разыгрывать деньги из некоммерческого сектора. Но сегодня закошмарили все. Я боюсь, что через год-два мы превратимся в Беларусь, в котором сектора некоммерческих организаций, даже про государственных, лояльных, их просто не будет. Тогда будут деньги только государственные, а, собственно, кто заказывает музыку, тот и танцует молодежь. Давайте сейчас прервемся на минутку, а после обсудим еще, как удержать и надо ли удерживать вообще молодежь в Кировской области. И о пионерской организации тоже обязательно поговорим. Как удержать молодежь в Кировской области, нужно ли это делать и какая работа ведется в сфере молодежной политики, об этом говорим сегодня с нашими гостями. У нас в студии министр спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов, молодой активист Федор Калинин и депутат Кировской городской думы Денис Ерохин. В первой части мы уже с вами начали обсуждать День пионерии, который с размахом отмечался в Кирове 19 мая. И появилась тогда же новость о том, что российские власти вроде бы хотят возродить аналог, так скажем, пионерии. Цель нового молодежного движения. Я процитирую. Давайте предлагаю посмотреть небольшой фрагмент того, что происходило на Театральной площади 19 мая. Товарищ председатель штаба Оргкомитета по подготовке и проведению столетия пионерской организации. К торжественному параду и выносу знамен готовы. Есть история. И от этой истории мы никуда не денемся. И та организация, которая на протяжении не 100, а 70 лет объединяла огромное количество практически всех мальчишек, девчонок, которые жили в то время в Советском Союзе. Но вот это не вычеркнешь. Как вы думаете, сейчас этой молодежи нужно такая организация? Мы спрашивали тех ребят, которые приезжали. То есть мне самому было интересно понять, потому что, с одной стороны, есть там формальная история касаемо столетия. Есть там очень много посылов, которые касаются подходов к организации работы. Наверное, эти подходы, убирая какие-то идеологические составляющие, можно и нужно использовать, потому что они были опробированы, они были отработаны. Я спрашивал тех ребят, которые приезжали. И для многих из них это было возможность, во-первых, увидеть то, что было, прикоснуться к этому. Ни одного неравнодушного человека не было. Ни одного. Нет, ну это одно дело праздник отмечать, действительно вспоминать историю и какие-то практики, возможно, перенимать хорошие. Другое дело возрождать это. Все равно это должно быть. Почему нельзя придумать что-то новое? Ну вот если мы говорим конкретно про праздник, мы отметили дату, которую никуда не денешься. Пионерской организации 100 лет. Это важная веха в истории работы с молодежью, развития детского движения. То, что касается движения «Большая перемена» и президент, и все те спикеры, которые высказывались по поводу этого, в любом случае должно быть что-то, что объединяет и дает возможность реализации нормальной, качественной, эффективной, воспитательной работы. О чем мы говорим? Безусловно, наверное, правильно, чтобы были разные мнения, безусловно, правильно, чтобы были разные точки зрения. Но даже элементарно берем ту самую коммунарскую методику, которая в середине прошлого века реализовывалась в пионерской организации. Она давала возможность каждому высказать свою точку зрения. Пожалуйста. Движение «Большая перемена» она еще проходит этап обсуждения и закон не принят. Но я считаю, как человек, имеющий отношение и к детскому движению, и к работе с молодежью, если будет какая-то структура, которая будет аккумулировать хорошие практики работы, которая будет иметь определенную механику работы, будет иметь определенные стимулы для того, чтобы ребенок, войдя сюда, воспринимал определенные знания, воспринимал определенную информацию. Это будет определенный плюс. Значит, кратенько про праздник в начале. Мне кажется, это очень символично, что проводили на театральной площади, которая никакое отношение к, что называется, контекстуально-пространственно не имеет к пионерам. Не на территории Дворца пионеров, потому что территория Дворца пионеров как будто после бомбежки. Крыша Дворца пионеров до сих пор течет. Если бы нашли деньги в региональном бюджете, в федеральном бюджете, на реконструкцию этой территории, они подгоняли туда по проекту два ненужных танка излишней метилитаризации. Одесских площадок там банально нет, когда там за растительностью не ухаживают, за садами, и не ставили туда вертолет. Мне кажется, это было бы очень значимо для тех людей, которых принимали возле мемориальных курганов пионеры. Сейчас они ходят, им стыдно, пенсионерам, я разговаривал, нам стыдно, что я живу в том районе, что мы вынуждены там гулять. Почему нет реконструкции этой инфраструктуры? Это опять же междисциплинарный подход, комплексный. Что касается движения, у меня брат, маленький, десятилетний, он один из первых пионеров города Кирова. Когда мы говорим, действительно есть такая организация возрожденная, когда мы говорим об организации, нужно понимать, на каких действительно принципах она строится. Пионерия Советского Союза – это не большая перемена Российской Федерации, как минимум потому, что экономическая основа у двух систем была совершенно разная. Как минимум потому, что советская система, вот этот кругольный камень на самом деле, всей молодежной политики системной, устремлялась вперед. Она проектировала развитие, у нее был план будущего, ведение будущего. Пионеры первые, они туда шли. А сегодня, вы правильно зачитали, традиционные ценности, уход назад. Я не говорю, что историю нельзя забывать, но у нас сейчас вся идеологическая машина, и то, что предлагаются молодежи, это вот какая-то странная ностальгия по непонятной смеси советско-имперских времен. Вы предложите стратегию развития на будущее. Не надо ностальгировать, не надо уходить в прошлое, не надо консервировать. Большая перемена, мне кажется, это вот тоже, извините, это консервирование. В перемен ты не знаешь, что делать. Вам нужны настоящие пионеры со стратегией развития для народа и молодежи. А нужно молодежи, вот эта организация, их объединяющая, какая-то ценность и пропагандирующая? Нужна вообще эта штука? Во-первых, я за мультикультурность, должно быть очень много позиций, и в этом смысле большой такой организации не нужно. Организации большой в сегодняшней России, с сегодняшними ценностями, тем более. Мы с коллегами из молодежного парламента, кстати говоря, которые распустили на следующий день после начала спецоперации. Мы поговорим об молодежном парламенте обязательно. Хорошо, так вот, мы с ребятами изучили подробно этот законопроект, потому что у нас есть непосредственные связи с депутатами Государственной Думы, так сказать, союзными, с нашими взглядами. И нам он совершенно не понравился, ну, большей части нашей команды он не понравился именно в том аспекте, что мы видим попытку государства захватить вот эту историю, связанную с пытанием детей. Стать непосредственно гемоном, и с ранних лет, там история нацелена именно на школьный возраст, воспитывать и по большому счету подчинять своей... Нет, подождите, ничего плохого они там не собираются вкладывать, ну, какие-то духовные ценности, нравственные традиции, личную ответственность за судьбу, ничего плохого в этом. Не допускается в участии в этом движении лица инагента, эфилированные с инагентами. Если вам сейчас придет перевод из Армении, вашего друга на сторону... Да, давайте мы это дадим другую историю. Я говорю о том, что они полностью, государство в данный момент полностью отрезает возможности участия более-менее независимых организаций по воспитанию молодежи. Денис, вы как относитесь к возрождению какого-то детского движения? Вы знаете, я считаю, что вот загонять молодежь в какие-то рамки, да, говорить вот там, нужно ли это молодежи или не нужно. Если это молодежи не нужно, это само по себе отпадет и уйдет в дебытье, да. То есть, есть абсолютно, у нас самоабсолютно разносторонняя молодежь, и поэтому вот делать какой-то формат и пытаться вот загнать ее туда, вот что нам нужна такая молодежь, я считаю, что это абсолютно неправильно. И возрождение в том числе вот этой организации согласен, что она должна быть с какими-то новыми подходами, но в первую очередь, наверное, патриотически, потому что с 90-го года у нас вот этот пласт патриотизма, он в принципе выпал. И там с этими всякими кризисами, экономикой, перестройкой, демократией и так далее, он у нас как бы выпал, и у нас на сегодняшний день, если будет что-то подобное возрождено, то какая-то молодежь, возможно, найдет себя и в этой организации. Поэтому я считаю, что это классная идея, и хорошо, что если приживется, и какая-то часть ребят именно окажется там, это первое. И второе, я абсолютно согласен с тем, что действительно возрождая эту организацию, да, вот мы буквально недавно на городской думе принимали решение о постановке вертолета на территории Дворца пионеров, ну, на мой взгляд, это тоже достаточно, достаточно хорошая история, я понимаю, что есть там разные мнения, но когда это делается, делают активисты, и некоторые депутаты им говорят, ну, вы знаете, территория, она так печально выглядит на сегодняшний день, я с Федором абсолютно согласен, они говорят, мы сделаем вокруг вот этого вертолета, мы благоустроим. Поэтому возрождая вот эту организацию, делая, если мы хотим какое-то количество молодежи, именно вот, чтобы они, так скажем, шли в этом направлении, естественно, нужна база. Видите, Федор говорит, он не хочет, чтобы манипулировали молодежью, куда-то направляли в нужное русло. Нет, это не манипулирование, это создание возможностей, если кому-то не нравится, вас за руку туда никакого молодого, там, девушку, человека, никто туда не приведет, и не хотите, не идите, идите в другое, но кому-то это важно, кто-то вырос на воспитание, там, дедушки, бабушки, о том времени, о том, в принципе, не самому хорошему, не самому плохому. Но нет ощущения, что это нужно взрослым людям, потому что это ностальгия по их прошлому? Ну, они пытаются просто внедрить это, а кто, как не они, передадут эту, как бы, идею, кто застал. Вот я, например, был пионером, достаточно короткое время, там, по-моему, два года, но, тем не менее, ну, я, вот, нечего вспомнить плохого, и поэтому, если это будет, то... Я согласна с вами, я тоже была пионером, и действительно, это было прекрасное время, и хорошая была организация, но просто сейчас она не жизнеспособна, вот в чем дело. Почему она не жизнеспособна-то? Потому что молодежи это не нужно, не получится уже так сделать. Это решит молодежь, то есть, нужно им или не нужно, и, может быть, какая-то часть ей окажется, может быть, не в том виде, в котором ее хотят видеть, там, чиновники или организаторы по возрождению, может быть, они, так скажем, сильно преувеличивают, но какая-то часть, если будет там, так это в любом случае... А были же уже попытки создания какой-то молодежной организации? Ну, организаций у нас, на самом деле, большое количество, и, наверное, здесь речь идет про то, что, вот, Денис, абсолютно полностью согласен, должны быть созданы условия, при которых человек делает выбор. Нравится мне заниматься патриотикой, пожалуйста, я иду сюда, нравится мне там кошечек бездомных подбирать, я иду туда, хочется мне там заниматься художественным творчеством, я иду в третье место. То есть, речь идет про определенную вариативность, но с точки зрения организации у нас их на абсолютно любой вкус и цвет, есть и в Кировской области, и на уровне Российской Федерации огромное количество. Даже те сообщества, про которые говорит Федор, они ведь тоже определяют людей, которые имеют определенную там систему координат, систему ценностей, которым хорошо вместе работается. Пусть они, может быть, не формализованы, как юридические лица, но это те же самые сообщества. А с точки зрения государства, вот опять же, абсолютно правильная мысль, на протяжении 30 лет государство не обращало внимания на решение задач воспитания. И сейчас делаются попытки, и я очень рассчитываю на то, что эти попытки будут эффективными и результативными, то, чтобы была создана система воспитания, воспитания человека, который ответственен за жизнь своей страны. Не важно, будет Антон, он, опять же, там переводить бабушек через дорогу, либо он будет учиться собирать автомат Калашникова, либо с закрытыми глазами играть на гитаре, но он будет ответственные решения принимать. И суть-то пионерской организации, вот то, о чем Федор сказал, это как раз была примерно та же самая. Пионер-пионер, тот, кто идет впереди. Просто хочется более современно, наверное. У меня вопрос к Денису. Вы читали сам проект федерального закона, по которому хотят уделить не организацию, а молодежное движение. И там очень важный нюанс. История не про то, что это еще одна организация в дополнение к РДШ, Росмолодежи и прочему. Это движение, которое будет вбирать в себя всех этих ребят. И судя по всему, это наши с коллегами, экспертами мы тоже общались, есть ощущение, что это движение вберет лояльные организации. И, соответственно, эти организации, которые будут входить в движение, будут получать доступ к инфраструктуре молодежной политики, будут получать финансирование, будут получать грантовую поддержку. А те, которые не войдут в это движение, от этой поддержки полностью будут отрезаны. Ну, во-первых, закон еще не принят, поэтому мы можем говорить там только в сослагательном наклонении. Мы должны бороться против закона в данный момент. Ну, это ваша точка зрения, у меня своя точка зрения. То есть здесь не идет речь про то, что будет скопирована пионерия в том виде, в каком она существовала, там, с 1922 года, там, по 1991. Но она и не может быть. Это невозможно. Изменились реалии, изменилась идеология. Если раньше там была определенная логика, там, пионер, комсомолец, коммунист, сейчас у нас нет единой идеологии. Есть разные взгляды, разные точки зрения. Поэтому суть в том, что создать интересное движение, в котором каждый ребенок сможет найти что-то для себя. И связующей нитью будет как раз любовь к своей стране, к тем ценностям, которые в этой стране приемлемы. Мы спрашивали людей на улице 19 мая, готовы ли они, как, по их мнению, нужно ли возрождать пионерскую организацию. Давайте послушаем, что они отвечали. С утра уже спели пионерские песни, и муж надел пионерский галстук. И мы очень счастливы и рады, что такое движение было. И здорово, если будет что-то подобное, потому что это очень классно стимулирует наше подрастающее поколение к тому, чтобы быть настоящими патриотами своей страны. Стоит ли возрождать эту организацию? Да. Почему? Хорошая организация. Помогать всегда хорошо. Вот. Так, а вы? Тоже работа за счетами. Не хотите? Сейчас тоже такое бывает, что старые вещи возвращаются к моде. Почему нет? Сам ветеран. Ветеран пионерии. Да, да. Не надо было разваливать. И восстанавливать ничего бы не надо было. Так надо ребенков-то чем-то занимать. Патриотизм-то надо воспитывать. Сделаем вывод, что вы за. Конечно. За. Почему? Ну, интересно бы молодежи об этом узнать. Мне, например, это интересно. Если будет обновленная система, то есть с текущими ситуациями, с текущими новыми веяниями, тогда мы думаем, что можно, всякие же есть эти юнармии и все. То есть и здесь тоже можно было с новыми силами попробовать какие-то отдельные люди бы пошли, я думаю. Скажите, пожалуйста, были ли вы пионером? Было, вот так было. Как относитесь к тому, что пионерию хотят возродить? Правильно, надо. Эти, кадетов, кадетов. А почему? Почему за голосуете? Пионерия – это хорошо воспитывать детей. Ну, на удивление, люди отвечали за. Ну, конечно, возрастная категория опрашиваемых тут не учитывалась. Но я еще раз все-таки скажу, речь не идет про возрождение пионерии. Речь идет про создание общероссийской организации, которая будет объединять детей. И не будет, скорее всего, похоже на пионерию. Потому что прежде чем сделать пионерию, прежде чем вернуть пионерию, нужно вернуть собственность народу трудовому, чтобы деньги совершенно иным образом перераспределялись. Чтобы не было коррупционное гражданство по власти. Только потом будет пионерия. Давайте еще поговорим о... Вначале свершилась социалистическая революция. Она вот верлилась, только после этого получилась пионерия. Нельзя иначе. Федор, очень хочется еще поговорить о молодежном парламенте. У нас не очень много осталось времени. Хочу напомнить, что у нас был создан молодежный парламент. И, собственно, он развалился через очень короткое время. Что случилось? Если вкратце, расскажите, пожалуйста, чтобы зрителям было понятно. Он не развалился, его вполне конкретно развалили. Поскольку у нас состав был в большинстве оппозиционным, то есть 40 мандатов, 26 было за оппозиционной коалицией, это ребята независимые абсолютно, ребята очень разных политических глядов и аполитичных представителей разных комьюнити. Мы работали очень активно и не подконтрольно. В частности, мы поработали уже, у нас буквально два заседания было, мы поработали меньше месяца, но за это время мы успели 60 поправок в закон региональной молодежной политики. Слишком быстро начали работать. Да, мы слишком быстро начали работать. Мы поняли, что наш представитель молодежного программата еще прошлого созыва, Дмитрий Шатунов, работает совершенно неудовлетворительно. Предложили ему отчитаться о проделанной этой работе за пять лет. Соответственно, как представитель молодежного программата Кировской области в молодежной программатике Государственной Думы. И после того, как его бы оценили, у нас была своя кандидатура на, соответственно, представителя в этом органе. Но поскольку данный вопрос, вероятно, задевал, соответственно, позиции многих интересантов, в том числе и на федеральном уровне, потому что кандидатуру Шатунова, насколько я знаю, согласовывал лично Володину, Единая Россия и Береснева тоже была явно невыгодная история, нас распустили. Нам не дали послушать Шатунова и заменить его на том, соответственно, собрании, после чего они написали все заявления. Если сейчас снова будут создавать парламент молодежный, вы пойдете еще раз? Нет, конечно, эта структура полностью себя дискредитировала. Мы работаем в формате независимого молодежного парламента. У нас есть выходы на депутатов и муниципальных, на региональных, в законодательном собрании и на уровне Государственной Думы. Поэтому у нас существуют все механизмы, чтобы свои решения лоббировать дальше. Плюс к тому, надо сказать, что у нас почти полный состав, потому что к тем 26 людям добавилось еще практически 10 человек после того, как нас распустили, потому что молодежь увидела, что с теми, кто борется, вот эти люди действительно независимы и готовы предлагать реальные дела. У нас все время заканчивается. К сожалению, очень еще хотелось много о молодежной политике поговорить. Давайте, подводя итоги, все-таки праздник, День молодежи. Георгий Андреевич, есть вам чем обнадежить, порадовать кировскую молодежь? Может быть, пожелайте что-то нашим молодым кировчанам? Мне очень нравится фраза, которую мы с коллегами, руководителями органов по делам молодежи используем. Часто звучит, молодежь – это наше будущее. Молодежь – это наше настоящее. Потому что здесь сейчас молодые ребята учатся, кто-то работает, кто-то создает свои бизнесы. Поэтому давайте будем жить настоящим, смотреть в будущее. И я уверен, что тех ребят, кто относит себя к молодым и по паспорту, и по душе, все будет получаться. И Кировская область будет делать все для того, чтобы каждый молодой человек мог находить для себя возможности своей самореализации. Как вы думаете, все-таки надо удерживать молодежь в Кирове или не стоит этого делать? Мы должны создавать такие условия, при которых молодой человек будет делать выбор в пользу Кировской области. То есть мы должны быть конкурентоспособными. А это огромное множество факторов. И я думаю, тут за несколько передач мы их даже все не обсудим. Вы, пожалуйста, что-нибудь с верхником своим молодым кировчанам пожелаете. Я пожелаю нам дворец, властной дворец молодежи. Кратенько, просто я пока ехал, почитал пост одного из ведущих политологов, который занимается темой молодежной политики, бывший замректором в школе экономики Валерия Косомары. Она сказала, что то, какое место занимает молодежная политика в политике региона, определяется тем, где находится и в каком состоянии находится областной дворец молодежи, главная точка притяжения. У нас его много лет нет. И я очень желаю Георгию добиться у нового губернатора денег на реконструкцию областного дворца молодежи, чтобы он нас всех принимал. Александр Валентинович уже побывал на объекте, мы с ним обсудили дальнейшие шаги, и сейчас будем их реализовывать. Денис, подытожьте. Я считаю, что молодежь – это локомотив любого региона. Без молодежи это просто невозможно ни развития, ни будущего региона. Поэтому я хочу, чтобы в Кировской области этому уделялось большое внимание, и выделялось, и финансировалась спорт, и молодежная политика, чем чтобы это было не по остаточному принципу. Вот у нас осталось 35 миллионов, мы отдали до молодежи. А чтобы действительно было приоритетом. Приоритетом. Иначе через 20-30 лет мы просто поймем, что мы очень сильно ошибались, когда мы этим не занимались, не вкладывали. Когда здесь, ну, скажем так, не будет никого в будущем. Спасибо вам, что нашли время и пришли сегодня, обсудили основные эти вопросы. Я напомню, что у нас в гостях были министр спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов, молодой активист Федор Калинин, депутат Кировской городской думы Денис Ерохин. С вами были Надежда Ведерникова. И Екатерина Зубарева. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова